Между нами тает лед. Это была песня, которую пели летом все те, кто в 19-м, 18-м, ну и так далее, по нисходящей веках, хранили свои продукты в так называемых ледниках. Дело в том, что в отличие от нынешнего времени, когда мы являемся счастливыми обладателями холодильников в то время, проблема сохранения продуктов наблюдалась очень остро. Именно поэтому, кстати, была востребована соль в больших количествах, потому что приходилось очень много чего солить, таким образом все это доживало до теплого времени. Каким же образом организовывались эти самые ледники? Ну, для начала нужно было выпилить лед. Где его пилили? Да, вот, собственно, вот здесь его и пилили, где мы с вами находимся, на Неве. Для этого существовали специальные бригады. Дело было крайне опасное на самом деле. Отводилось в специальное место, выпиливались эти глыбы, складировались, а потом разводились по городу. Когда нужную глыбу льда доставляли по адресу, несколько человек спускались в сам погреб, принимали эту льдину, а несколько человек ее, соответственно, как вот на салазках спускали вниз. Дело, как вы понимаете, было крайне опасное. Бывали, собственно, не только травмы, но даже смертельные случаи. Но, тем не менее, таким макаром достигался эффект, требуемый для сохранения скоропортящихся продуктов. Еще один момент, на который нужно указать, это принцип, по которому эти ледники устраивались. Лед закладывался ниже уровня промерзания земли. Это примерно там же, где сейчас проходят все наши трубы, по которым течет горячая вода. Это то, что большинство иностранных туристов отказываются воспринимать в принципе, потому что там в основном локальное отопление, вот так, чтобы вода где-то нагревалась и потом раздавалась по домам. Ни в Европе, ни в Америке такое, как правило, не практикуется. Вот по этому же принципу, соответственно, лед хранились в этих погребах, ледниках. Кстати, если мы прочитаем, например, контракт по найму квартиры Александра Сергеевича Пушкина, вот последний адрес на мойке 12, то мы там увидим, что среди прочего, среди конюшни, среди теплого погреба, есть также и ледник. Это было крайне важно, потому что, иначе, а как? После того, как этот лед вырубался, оставались огромные полыньи. Эти полыньи имели свойство, как вы понимаете, покрываться тонким слоем льда, а затем выпадал снег, и на поверхности вот этой широкой поверхности Невы его практически было незаметно. Поэтому все переправы, которые существовали через Неву, они обозначались елочками. Они обсаживались специально елочками, за которые не следовало заходить, потому что иначе вы могли нарваться как раз-таки вот на такую полыню и провалиться. Эти случаи, как вы понимаете, тоже бывали. Известная картина Бегрова, которая вот показывает переправу примерно там, где мы с вами находимся, ну, чуть правее, если быть точным, она как раз и демонстрирует там вот эти самые елочки, стоящие по бокам. Собственно, вот таким вот образом и организовывались дореволюционные, доэлектрические холодильники, надобность которых, как вы понимаете, была колоссальная. Но есть еще один удивительный факт, который связан с Невой. Дело в том, что до революции существовало общество конно-железных дорог, которое заключило эксклюзивный договор с городом. И он заключался в том, что только это общество имело право перевозки пассажиров по основным улицам города. Соответственно, это была так называемая конка, вагон, который тащили две несчастных клячи. Когда они, кстати, подползали, вот, например, к дворцовому мосту, то приходилось впрягать еще третью клячу, которая дежурила, ну, вместе с конихом, с мальчиком здесь же. А некоторые пассажиры вываливались и подталкивали эту конку, чтобы она смогла забраться наверх. Ходила она с такой скоростью, что про нее говорили, конка, конка, обгони цыпленка. Так вот, когда был изобретен трамвай, выяснилось, что трамваю-то, собственно, ходить негде, потому что вся территория города, она под патронатом этого самого акционерного общества конно-железных дорог. И тогда выяснилось, что на воду, естественно, это не распространяется. И первый трамвай в городе Петербурге, Петербурге, как это, да, Петербурге, он прошел именно по Неве. Были проложены рельсы, было подведено электричество, и проезд стоил 3 копейки. И было сделано в итоге 4 маршрута. Этот трамвай пользовался колоссальной популярностью, потому что было быстро, достаточно недорого по тем временам. А самое главное, надежно, потому что за все время его функционирования не случилось ни одной аварии. Ну, то есть, что мы первое можем предположить? Лед провалился, трамвай ушел под воду. Нет, такого ни разу не произошло. И, соответственно, когда уже у этого самого общества конно-железных дорог закончился контракт с городом, вот тогда-то, собственно, трамвай и стал передвигаться уже по земле. Тем не менее, факт остается фактом. Первый трамвай в Петербурге реально прошел по льду. И более того, потом этот опыт был перенят другими городами. Так, например, в городе Нижнем Новгороде тоже трамвай ходил по льду. Еще один не очень известный факт из жизни Петербурга зимой. Дело в том, что вот там, за моей спиной, находится Зимний дворец. И в этом Зимнем дворце есть лестница. Одна из лестниц, которая названа Иорданской. Почему она так названа? Потому что в день Богоявления, 6 января, возле как раз этой лестницы, ну, напротив нее, на берегу, устраивалась прорубь и ордань. Она вырубалась в виде креста. Над ней ставился такой небольшой павильончик, который назывался Сенью. Он был достаточно красивый, с таким синим куполом, золотыми звездами на нем. Вот как, примерно, Измайловский собор по проекту Стасова, который стоит, собственно, на территории бывшего Измайловского полка. Но только это единственное был павильончик маленький. Это был праздник водосвятия. Выходил царь, выходило духовенство, соответственно, происходило это самое водосвятие. Происходили затем еще парады войсковые. Причем дамы, как правило, не присоединялись. Они наблюдали за этим праздником либо из Зимнего дворца, либо с берега. И, кстати, если температура опускалась ниже 5 градусов мороза, то воду светили уже непосредственно в самом дворце. То есть не выходили. А вот если она была выше, то совершалась вот эта церемония, которая была, ну, такого, получается, чисто мужского характера. Именно потому, что представители со слабого пола, они, как правило, оставались в дворце. И каждый раз эта процедура повторялась. Она происходила, в принципе, в заранее заведенном ритме, в заранее заведенных традициях. Пока 6 января 1905 года, дело в том, что сам вот этот вот акт водосвятия, он происходил под праздничный салют. Пушки палили вот отсюда со стрелки Васильевского острова. И 6 января 1905 года одна из пушек выстрелила не холостым снарядом, а настоящей боевой картечью. Причем одна из этих пуль, она пробила крышу этой самой сени и упала прям-таки под ноги царя. Сам царь не пострадал. Одна, кстати, из пуль точно так же попала в помещение, где находилась императрица. Пробила стекла Зимнего дворца. И, естественно, первое, о чем подумали все окружающие, что это теракт. Было проведено расследование, выяснилось, что это никакой не теракт, а традиционное российское разгильдяйство. Причем, ну, царь не пострадал, но пострадал дворцовый служитель, один из дворцовых городовых, по фамилии Романов, то есть тезка царя. И вот это совпадение, оно как-то, ну, в обществе вызвало определенные толки, и многие усмотрели в этом некое предназнаменава... Пардон, предназнаменование, как же это, что надо произнести, это, черт возьми. Короче, некий знак, некий символ. Как поет вокально-инструментальный ансамбль Prodigy, It's a No Man. Да, то есть это некий такой мистический, зловещий знак, и, в общем-то, действительно, затем случилось кровавое воскресенье, первая русская революция, ну, а сам Николай II, как мы знаем, закончил не самым лучшим образом. Пользуясь случаем, я рассказал вам про три не очень известных факта из жизни северной столицы. В следующий раз расскажем вам еще о чем-нибудь, благо Петербург полон всевозможных историй. Следите за нашими выпусками, оставьте комментарий вот там, приходите на экскурсии ко мне, да и не только, в принципе, но лучше ко мне. Увидимся, пока!